Всем привет! Сегодня мы собрались в районе. Я, Алексей Фомин и Алексей тоже как раз с Россией. Скоро тоже они встретятся в Соединенных Штатах и непосредственно в самой компании. Они тоже проведут очень много интересных встреч и много чего еще узнаем в ближайшее время. И Алексей тоже как раз с Россией озвучит некоторый очень важный момент, который сегодня произошел. Это вот подключили нам спреймборд и вот это буквально у нас обновляется ежеминутно и непосредственно уже можете начать выбор того или иного товара нескольким параметрам. То есть необходимо проанализировать, как этот продукт на рынке в каких позициях стоит, в каком объем продается и приблизительно ориентировочно посмотреть среднестатистическую цену данного товара и в каком объем продается. Мы, конечно, озвучим главный аспект, это вот как раз именно о чем вообще базируется наш проект и в чем является его самой главной целью в нашем бизнесе. Я, наверное, сразу перейду к некоторым вещам, поделюсь экраном, чтобы это коротко показать и люди, чтобы поняли, все это работает. Скажите, если видно. Да, Ваня, видно. Видно, да? У нас самый главный фактор нашего проекта, это вот как раз возможность торговать именно на разных площадках, довольно-таки продвинутых в мире и непосредственно это вот без дополнительных инструментов на сегодняшний день начать продавать или иные товары довольно-таки очень сложно. Потому что существуют определенные требования для того, чтобы все это дело, как всегда, было под контролем и чтобы люди понимали вообще суть данного проекта. То есть сама цель – это инструмент, это практически возможность торговать на как полном автомате, так и на полуавтоматизации. То есть здесь будет очень много вариантов и это вот одни из тех больших, допустим, площадок, которые мы можем в будущем использовать для того, чтобы торговать на самих площадках Amazon, это eBay, Bonanza и ряд других подобных таких площадок. Еще главный момент – это научиться использовать инструмент и применять на практике для того, чтобы каждый человек освоил эту возможность. И вот это как раз ведет к успеху именно используя инструмент для того, чтобы человек сам двигался, развивался и понимал, как все это работает. Я могу сразу сказать, что составляющие MLM – это уже вторично. То есть здесь вот ребята, сегодня, которые мы собрались, это озвучат тоже. И в принципе надо осваивать, что это очень большой такой профессиональный инструмент, который даст возможность абсолютно всем. Ну а уже здесь, конечно, будет зависеть от обучения, от понимания всех этих вещей и двигаться по этой карьерной лестнице. Потому что постепенно мы будем изучать вхождение в данный бизнес, начиная с минимума, вот как, допустим, сегодня запустили Springboard, и понимание вообще рынка, продуктов, как все это происходит и как все это движется для того, чтобы это все освоить. Ну, я сразу перейду коротко. Сегодня у нас из-за большого потока люди все начали разбирать те или иные товары. И принцип у нас довольно-таки здесь простой, на Springboard это как раз вот для того, чтобы люди все-таки столкнулись с коммерцией и поняли данные возможности. Это вот если мы зайдем, выберем любой продукт, я вот выбирал данную единицу и, соответственно, тоже проверял на название. И вот оно у меня в Амазоне на данный момент, вот я смотрел, в какой ценовой политике он продается, в каком объеме. Немного проштудировал рынок и принцип он довольно-таки очень интересный, как для нас, как для пользователей. А вот именно как раз просто посмотреть, вот данный продукт я выбирал, это такие ластиковые резинки, где-то около розничной цены 9,52, но для нас данная единица стоит 48 центов. Если мы выбираем галочку, что компания за нас осуществляет покупку и продажу, то есть это полная автоматизация, то еще берет за единицу 35 центов за осуществление данной единицы. То есть в итоге общий затрат составляет 0,83 цента на одну единицу. То здесь получается какая возможность. У нас вот на пакете 50 долларов даются возможности 15 продуктов. То есть на каждый продукт можно максимально набирать 15 штук. То есть набирая 15 штук, показывает общий объем затрат, нам ставят 12,45. И здесь вот нам сразу показывает розничную цену, которая торгуется на разных площадках. То есть это минимальная цена. Я вот, допустим, сразу вам покажу тренд просто пластик, то есть резинка. В Соединенных Штатах довольно-таки тоже такой вещь распространенная, и очень многие используют как ученики разных, скажем так, университетов, институтов. Это очень много применяется, архитекторы и так далее. То есть это инструмент довольно-таки распространенный и является в тренде. То есть здесь какой-то небольшой подъем, и в принципе я думаю, что данный продукт он довольно-таки реализуемый. Еще один фактор проверить. Не, покажи, вот куда ты нажал на Google Trends, извини, я так вот влезаю. То есть ты зашел на сайт Google Trends, и ты вставил вот это просто в поиск посмотреть, да? Ты можешь прокомментировать немножко? Вот это интересно. Да, я вот захожу, просто можете забить Google Trends, выбираете страну в Соединенные Штаты, потому что Amazon, eBay и больше рынок мы, соответственно, будем осуществлять в Соединенные Штаты. То есть мы должны проанализировать полностью все штаты, которые, как говорится, могут использовать данный товар. И в принципе тут показать по всем регионам, то есть по каждому штату, какие штаты больше, допустим, заинтересованы в данном товаре. И вот мы можем, допустим, анализировать несколько ключевых слов по данному направлению и выявлять, какие ключевые слова являются более актуальны, более горячими, да? То есть здесь принцип простой, здесь просто надо применять дополнительные, можно еще ключевые слова, допустим, в зависимости от товара. То есть если это, допустим, для простой бумаги, то можно там, допустим, резинка для бумаги и так далее. Но это все надо делать на английском и, соответственно, смотреть приблизительно, какие тренды идут в этом направлении. То есть вот с 2004 года мы видим, что тренд как бы не спадает сильно, где-то держится на одном и том же уровне. То есть продукт интересен многим, потому что это получается запрос по ключевым словам именно через Google. Есть также, допустим, ряд других инструментов, которые показывают по тем или иным словам именно трендовые продукты. Это уже мы, наверное, покажем уже в следующий раз. То есть мы можем анализировать любое ключевое слово и показывать, какой у него тренд, используя специальные софты. Вот тут есть у нас еще одна такая подсказка, то есть это Google Shopping. То есть мы просто забиваем тоже в интернете, в Google, Google Shopping. И вот я тоже здесь поставил данное ключевое слово. Вот мне показало данные, как говорится, продажи данного эластика именно, допустим, в 55 магазинах. И вот здесь идет сравнение. Как говорится, минимальная цена, вот мы можем по первой странице перейти, чтобы посмотреть, какая вот минимальная цена. То есть начинается с 7 долларов разных, вот на eBay стоит, потом на другом магазине, опять на бананзе. На бананзе продается за 10.38. То есть мы можем проанализировать на тех или иных, вот тоже на бананзе, за 11.99. Просто переходим дальше, eBay, eBay, Target, на Target за 12.99. Мы можем вот так просто посмотреть, что цена неоднозначно всегда минимальна. То есть всегда тоже продается товар за более дорогую цену. В принципе, вот можете посмотреть, если мы пролистаем, цены, вот смотрите, 19-20 долларов. То есть по принципу, вот данный продукт один и тот же начинает с 7 долларов, а уже, как мы видим, продается за 20. И вот конечный есть даже за 35-60 долларов. Ну и, конечно, тут уже базовые расценки, то это уже как бы минимальная расценка по доставке тех или иных магазинов. Нам как бы вот конечный результат вот этот. То есть средняя цена может достигать до 30 долларов спокойно. То есть отсюда следует, что если мы, допустим, смотрим данный товар на eBay стоит, на eBay или на Амазоне стоит 7.90, то в среднем все равно он будет продаваться как минимум 15-20 долларов. И у нас здесь вы можете выбрать 15 единиц, а вписать, что, допустим, товар можете продать, грубо говоря, с наценкой. Если тут нам предлагают за 9.52, то мы можем смело где-то еще на Киеве как минимум 5-10 долларов. То есть цена может быть 19-95. И непосредственно, когда вы убили, что ритейл прайс, то есть цена штуки единицы продается за эту цену вы хотите, то здесь уже выставлено количество Amazon, то есть компания, выставленный товар на Амазоне, сочтит продаж за вас и, конечно, когда будет заказ, она отправит за вас. То есть полная автоматизация. Но это вот конечный результат, который, в принципе, на Springboard будет для того, чтобы разобраться в итоге, как все это делать. То есть если вы на пакете 50 долларов, это 15 продуктов и 15 единиц. То есть в общей сумме 225 продуктов. Ну и еще один пример простой, чтобы понять, почему 48 центов и 35 центов. Ваня, извини, пожалуйста, объясни вот такой момент, извини, пока мы не ушли с этой темы. Ты сказал 15 продуктов и по 15 наименований каждого продукта, правильно? Ты сказал 225. Можем посчитать, допустим, мы Ластик купили за 45 центов с доставкой, потому что Финяя за нас будет все это делать, все расчеты, все доставки, все дела. Там еще 35 центов, да? Получается, 80 центов у нас обходится с услугами, а продаем его за, допустим, 9 долларов, да? Ну да, допустим, если даже минимально его продают 9.52, здесь надо учитывать, что вот мы 83 центов, грубо говоря, тратим, а есть дополнительные комиссионные, то есть это по сочлене продажи, как на Амазоне, Эбэе и ряд других площадок. Оставляет в среднем там где-то около 20% плюс-минус от площадки, да? Просто надо дополнительно еще ставить какую-то накрутку, потому что у нас есть, ну, допустим, 15, пускай будет, пускай до 19 долларов, да, потому что тут 4 упаковки резин. То есть, грубо говоря, если даже вот мы поставим, что чистые, пускай будут даже 10 долларов с единицы, то если 225 единиц, продолжаем на 225 единиц, то, грубо говоря, 2250 долларов. Но я, допустим, не беру... Ван, сейчас, секунду. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что человек подключился на 50 долларов на спрингборде, на Ванфиняй, но забрался тут немножко, как этот спрингборд работает, и он может с этих 50 долларов зарабатывать 2250 долларов, правильно? Да, но он должен в первую очередь ввести средства, да? Ну, это понятно. Подожди, подожди. Мы сейчас скажем, как это сделать. Я хотел именно вот акцент на этом сделать, что здесь есть товар, который компания нашла, который пользуется спросом. Он стоит 45 центов, плюс там услуги Инфиняя еще 35 центов, например, там есть формула, плюс услуги 15% берет на себя Амазон за услуги, за эти, да? Да. Мы говорим, что вот такая простая манипуляция, из 50 долларов это может превратиться за, допустим, месяц в 2 тысячи долларов. Я так понимаю? Ну, в принципе, да, потому что человек покупает данный пакет, то есть он имеет возможность участия на данной площадке, а там уже каждый как есть возможность, то есть, допустим, человек есть возможность 100, 150, 200 долларов для того, чтобы попробовать эту коммерцию, то есть понять, как все это работает, какие возможности для того, чтобы стартануть в этот бизнес. Это вообще, вот как на прошлой встрече ты с руководством, когда они озвучивали про Springboard, это вообще самая малость самого проекта, да? То есть это для вот тех, кто прикоснулся к этому бизнесу, чтобы понять, что такое коммерция, и как она вообще начинается, и какой цель, какой итог у данного, скажем так, бизнеса в итоге получается. То есть это как соприкоснуться к коммерции, да? То есть это понять этот бизнес, увидеть, что есть возможность купить за 48 центов. В итоге компания тоже зарабатывает за счет того, что она купила это все, предоставила, выставила на Amazon, потому что я сам проходил покупки продуктов в Китае.